Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 И сегодня я покажу вам по-настоящему экстраординарный шоу-матч Прогеймеры Старкрафт 2 сыграют с мапхаком Для того, чтобы посмотреть, что же, собственно, изменится в нашей любимой игре После того, как у игроков исчезнет туман войны Подобный эксперимент, ну ладно, в чем-то подобный Когда-то я уже проводил на канале Там вот в плейлисте хакеров и читеров, на который будет ссылка в закрепленном комментарии Есть немало подобных видео Ну и вот одно из них как раз посвящено такому эксперименту Как может условный читер играть против условного хакера, что из этого получится Однако матчей такого уровня с полноценным мапхаком Когда вот вообще вся карта открыта, у нас еще действительно не было Ну вот Харстом и Лейзер продемонстрируют нам, что же это означает Играть без тумана войны И как это влияет на прогеймеров Каким образом они будут пользоваться Тем, что у них на глазах будет вся карта Причем такая, знаете, интересная преамбула К этому ролику и к этому матчу Заключается в том, что оба игрока были абсолютно уверены в том, что Ну, они, в общем-то, спокойно победят И туман войны это в пользу соперника А его отсутствие это прям подарок После которого вот и Харстом, и Лейзер оба в себе максимально уверены И считают, что соперника легчайше в БВ-5 укатают Ну и поделился реплеем этого прекрасного шоу-матча Как раз Харстом И в закрепленном комментарии вы можете найти ссылку на этот же шоу-матч Но от его лица То есть, что он делал, как он думал Как он видел игру Ну, примерно так же, как мы Но в смысле, что конкретно он делал Я думаю, что это тоже может быть интересно Ну и, естественно, пользуясь случаем Харстому очередной респект Я уже об этом говорил Харстом, на самом деле, один из тех прогеймеров Которые прям очень охотно идут на всякие эксперименты И делятся реплеями Причем вот особенно после начала войны Харстом как-то так, знаете, прям с заботой стал относиться к моему контенту Если вдруг я что-то где-то пропустил Он обязательно там рассказывает, что где интересного произошло На что мне стоит обратить внимание Короче, Харстом красавчик И мне это, правда, кажется немного символичным Точно так же, как вся Европа поддерживает Украину В нашей войне, в нашей битве за выживание и свободу Точно так же, вот, знаете, в каком-то маленьком таком локальном сообществе Один голландский прогеймер поддерживает украинского автора контента Это прикольно Надеюсь, что вы тоже иногда посматриваете ролики Харстома И, может быть, придадите ему привет Ну а пока давайте смотреть, что, собственно, будет делать Харстом Со своими стартовыми адептами Ну, естественно, ему не нужно разведывать То есть обычно функция адептов какая? Ну, типа надо разведать соперника Но тут-то разведывать не надо Харстом прекрасно видит, что у соперника, в общем-то, все предельно стандартно Полная оптимизация минеральной экономики Летит Оракул, то есть пока билдордеры вообще мало чем отличаются Быстрая третья, был газ до гейта с быстрым строгейтом Оракул летит на мейн, конечно, и лейзер заранее этого оракула перехватывает королевами Здесь очень прикольная была война за крипт То есть Харстом постоянно подходил адептами И следил за тем, чтобы соперник не ставил нагло криптуморы Ну и лейзер в итоге их нагло и не ставил Он подождал, пока вот соперник отступит только после этого Криптуморы были поставлены Так, ну здесь прям, видите, оба игрока внимательно следят за происходящим То есть Харстом смотрит, прикрыта ли минеральная линия Если нет, то пытается туда напасть Вот сейчас, например, у него есть два оракула И на мейне всего две королевы И лейзер как раз тоже замечает эту уязвимую точку Но он понимает, что третью базу тоже как бы нельзя оставить без защиты А тут еще адепты телепортируются Но адепты те не отменяют А на мейне в итоге осталось всего две королевы И поэтому сюда врывается оракулами и Харстом Такая получается, знаете, двойная игра То есть оба вроде все видят Но при этом есть очень мобильные юниты у Протаса А юниты Зерга, которому нужно на все это реагировать наоборот Менее мобильные Но если мы об Антиере говорим, правильно? Вот о королевах против оракулов И снова мы видим, что оракул врывается И лейзер это видит И королев как бы смещает навстречу этому оракулу Но этот оракул успевает сделать три убийства Еще эти оракулы прилетели И суммарно давайте посмотрим Семь уничтоженных дронов Это очень хороший старт, я вам доложу Адепты в итоге вернулись домой Харстом ничего не потерял Раскачивает третий Нексус Три оракулы по-прежнему живут У них хороший запас по ХП Могут попробовать подлететь и забрать четвертую Ну и лейзер, конечно, заранее реагирует И в итоге сейчас этих оракулов прогоняет А Харстом прям посмотрел Знаете, проанализировал состав армии соперника Решил, не, мало Мало Ну что это там все? Восемь лингов И тут еще посмотрите Харстом увидел, что третья база не прикрыта И споры там нет И вот в итоге лейзеру просто пришлось дроново уводить Вроде как бы тоже мелочь Но, мне кажется, из таких мелочей может складываться игра на профессиональном уровне Да, Харстом прям очень смело своими юнитами Постоянно вперед ходит И, понимаете, на что он делает ставку на то, что и лейзер, видя это, будет вынужден все время реагировать Ну как, соперник же реально идет вперед Типа, надо как-то дозаказываться, правильно? А Харстом при этом в любой момент может назад пойти, даже не доходя до база соперника Но сейчас он доходит Есть три оракула, которые готовы прикрыть сзади эту группу Подошли королевы Отступает Харстом в виде, что подбегают новые собаки Здесь собаки бегут отменять четвертую базу В итоге просто съедают пилон Это первая потеря Харстома в игре В остальном пока потери нес только и лейзер У Харстома быстрая вторая форжа Он играет как раз по классике современной меты Тут и лейзер делает лейер, четвертую базу уже потихоньку раскачивает Местами видны инъекции, не хватает Из-за того, что очень высокий темп игры, приходится и лейзеру постоянно реагировать Там на каких-то оракулов, еще на какую-то ерунду Вот снова оракулы врываются на базу, где есть одна спора Харстом знает, что там всего одна спора И как бы и лейзер тоже знает, но королевы не настолько быстрые, чтобы вот прям мгновенно на все реагировать И лейзер уже пятую ставит очень раннюю, интересно Естественно, он видит, что у Харстома там уже такая серьезная группа сталкеров Но при этом пока гейтов маловато Тут два адепта, ну понятно, они не могли проникнуть незамеченными в минеральную линию У топовых прогеймеров-то все здорово с миникартой Но, видимо, они должны были сыграть роль оттягивания части юнитов и лейзера Пока здесь вот основная группа лингов просто на блинг сталкерах умирает Тут еще оракулы включились воевать против королев И выигрывает это сражение Снова Харстом нашел слабое место Нашел слабое место в обороне соперника И вот подошли королевы, отбили вроде как Но все равно потерь Харстом ни одного юнита не потерял Посмотрите, что дает мапхак протасу на раннем этапе игры Ни одного потерянного юнита Постоянно ты успеваешь на все реагировать Но только один пилон случайно уничтоженный А так было бы ноль ресурсов на 1350, представляете? Эту хату сейчас, видимо, попробует Харстом уничтожить Но он мог бы, но не стал рисковать Потому что очень много лингов подошло Вот сейчас потерян первый юнит Харстома Подлетают сюда оракулы Естественно, оракулы, кстати, подстраиваются Поэтому и лейзер абсолютно правильно реагирует к гидроденам Иначе оракулы просто продолжат терроризировать зерга Ну, все правильно Зерг-то видит, что там снова Старгейт Строит юнита Поэтому нельзя это оставлять безнаказанным Пока сюда просто королевы подошли Но королевы без грейдов в таком количестве Все-таки это тоже не оптимальная штука Опа! Оракулы резко разворачиваются С учетом того, что королевы были здесь Видите, снова Харстом этим пользуется Снова он пользуется тем, что Ну, просто у его соперника менее мобильный антивоздух Чем сами оракулы Да, вот так врываются оракулы Отступают При этом здесь еще есть адепты Которые могут укражать этой базе При этом оракулы могут в любой момент отступить и вернуться И лейзер, конечно, видит этих адептов Направляет туда зерлингов Но с адептами как-то совсем пока не складывается Потому что, конечно, на них несложно реагировать Но Харстом уже на них забивает Потому что в этот момент у него основная атака идет 93 пробки у Харстома Обращаю на это ваше внимание У него 5 полностью раскачанных баз И есть пока всего 10 в арбитов Этого мало Деньги у Харстома, вероятно, будут копиться С таким количеством гейтвэев А оракулы снова пытаются куда-то ворваться И перехватывают тут гидролизков Вполне возможно, что Харстом их как раз увидел И попытался сознательно перехватить Снова страдает эта локация, где всего одна королева Но маны не очень много у Оракула И решил Харстом пока их оставить 2-2 грейды делаются у Протаса База огромное количество Да, они все добывают У Элейзера Бо-лимит больше Потому что дронов Мы видим 79 на 95 пробок То есть Элейзер не так много рабочих сделал У Элейзера также мало крипа Но распространение крипа На самом-то деле не так принципиально В играх с мапхаком Почему? Потому что Ну, в обычной игре Крип это в том числе контроль карты А это не только ускорение юнитов То есть на самом деле Играя с мапхаком Можно, честно говоря, даже немного подзабить На крип спрэд Ну, мне так кажется Снова оракулы в любой момент могут включиться Они создают такую постоянную угрозу Постоянное давление на базы и Элейзера И Элейзер совсем халявную базу соперника пресекает Как мы видим Но в этот момент сталкеры пришли на пятую базу самого Зерга И это будет минус пятая Зерг на четырех базах остается Протас, кстати, на пяти сидит То есть у Протаса Плюс одна полноценная Добывающая, работающая локация По сравнению с Зергом Это очень серьезно И еще шестую ставит Харстом При том, что дополнительную базу ему только что отменили То есть с точки зрения экономики Таких общеэкономических раскладов Ситуация для Тоса очень хорошая Здесь морфятся люркеры Пытаются выиграть время И Лейзер до момента, пока люркеры Собственно появятся на карте Четыре люркера Вот-вот должны появиться Сталкеры запрыгивают Забирают Первого, второго, третьего Там последний, четвертый Сзади остался Не удается Харстому его фокуснуть Потому что еще королевы подошли И тут еще внезапно Посмотрите, какой люркер И сколько урона он нанес Да, вот этот люркер Откуда-то вообще Непонятно откуда появился Мне кажется и для Харстома Тоже очень неожиданно Потому что, конечно Сражение внезапно в огромный минус Для Протаса прошло Если до этого у него было все здорово По потерянным ресурсам То теперь Расклады резко изменились Тут попытка просто съесть Нексус Какой-то вообще неудачный рекол Я не знаю, что там реколилось у Харстома Но Не ушло сюда почти ничего Здесь снова попытка Зерга поставить пятую Вполне возможно Харстом ее отменит И Лейзер Ну конечно Он контролирует миникарту Он видит, где Протас ставит базы И вот с удаленными базами У Протаса сейчас вообще не складывается Мне кажется Харстому нужно поумерить аппетиты У него уже не так много Свободных минералов Для того, чтобы просто ставить базу Налево и направо Надо прям Вот эту базу Попробовать занять Там с Фатонкой С батарейкой С доварпами Именно сюда Куда-то в этом направлении Харстом переходит В три роботикса Масс дизрапторов Это явно ответ на люркеров Соперника И вот мне кажется Его войску нужно находиться Как раз где-то в районе этой базы Ну он видит, где находится Основная армия соперника Но не на все забегания Он успевает реагировать Тут просто куча люркеров Которые проползают Очень далеко вперед У них уже есть апгрейд На дальность атаки Харстом вынужден Спасаться бегством Куда подальше от этой люры Прям вот на хайграунд Но внезапно оказывается Что здесь антиэра У зерга недостаточно А тут еще какой-то Дарк бегает Непонятный Да Из-за отсутствия антиэра Сейчас внезапно Наметились проблемы Потому что оракулы Могут спокойно С этими люркерами справиться И пока Не подошло основное Войско зерга Харстом и всеми остальными Войсками сюда наламывается Дизраптор стреляет мимо И лейзеров Мгновенно забирает И лейзер кстати Посмотрите какой он молодец Он успел плюс два На атаку получить И на коготь И на дистанционную Атаку для роучереведжеров Гидролиска Влюркера В том числе Поэтому у него сейчас Настолько эффективное войско Харстом отбросили Уже очень далеко Тут шел бет Реверчардж Приходится Применять голландс Он контратакует Здесь дарком И эту базу Было бы здорово Добить другим дарком Но не все успевает Делать харстом И кстати Дарки Это очень серьезная угроза Вот в таком режиме Игры с мапхаком Почему? Потому что Дарков то ты с помощью Мини карты Не проконтролируешь Такой мапхак Он как бы не ломает Механику игры Как таковую Против невидимых юнитов Все еще нужна детекция От этого никуда не деться Харстом этот Нексус теряет Этот у него есть Хату здесь он забрал Хату здесь он должен забрать Здесь контратака До натурала Добежала У зилотов Грейды 3-2 Они очень жестко Сражаются с лингами У которых всего 2-0 Пусть даже адреналин имеется И Харстом Вполне возможно Возвращается в игру Потому что лимиты выровнялись Сейчас по базам уже все Не так хорошо У протаса Но реально Тут вот буквально Эту хату добить И ситуация резко изменится Очередное забегание Харстом впереди По лимиту Количество рабов одинаковое Дарк еще пошел на эту локацию Здесь зилот Посмотрите куда До мейна добежал Спринтер Здесь зилот И в минеральной линии У элейзера Начинаются проблемы Элейзер делает следующий Грейт на люрке Равна скорость перемещения И закопки Но у элейзера 137 лимита Правда много ресурсов Много ресурсов Которого он просто Не успевает сейчас потратить Просто физически Не хватало инъекции Не хватало королев Харстом оракулов Своих отдает Ой-ой-ой Сколько оракулов Было у Харстома И только что Он отдал практически всех Это сразу же Ситуацию по лимитам Выровняло Оракулы все-таки Были очень важным Капиталовложением Для голландца Так Тут пока нет Попытки снова Поставить Нексус слева Поумерили Свои экономические Аппетиты И Харстома И Лейзер Харстому Возможно Стоит все-таки Начать полноценно Добывать газ Да у Харстома Черт пойми что По экономике Куча пробок Стоят Здесь газы Поставлены Но не добывают Здесь газа нет Вот Что стоило бы Сделать Харстому Это кругом Поставить газы Начать нормальную Добычу газа И призывать больше Архонов Которые сейчас Безусловно будут полезны Против такого количества Лингов Там кстати скоро Появятся вайперы Против них Соответственно Хайтемплары С фидбэком Явно будут не лишними В общем Здесь такая Ситуация Потенциально Очень непростая Отметим Что Весьма любопытно Будет работать Механика фидбэков Против абдактов Потому что Фактически Перманентный вижен Есть и у протаса И у зерга То есть тут вопрос Просто в том Кто лучше заранее Прожмет все кнопки Кто лучше на ходу Сориентируется Здесь с разных сторон И лейзер нападает На войско соперника Но Харстом Безупречно Дизрапторами Отстрелялся Просто идеально Мне кажется Он даже может И зря остановился Вот на этих люркеров Конечно уже лезть не очень Но глобально Сейчас Харстом Сыграл очень здорово Харстому нужно Нормально добывать Газ И нормально Вот буквально Еще одну базу Поставить Здесь не хватает Как раз Какого-то дарка Который бы пришел На эту локацию Но забегание Зелата Мы видим Приходит на хату справа Которого у лейзера Сейчас нет У лейзера много Минералов в запасе Снова он просто Не может потратить Ресурс Вот у лейзера Серьезная нехватка Инъекций Из-за того Что он просто Из-за высокого Темпа игры Проседает по макро А у Харстома Серьезная нехватка Бас и плохое Распределение рабочих То есть тоже Проседание по макро Но чуть другого формата Из-за столь Высокого темпа игры Прогеймеры Просто вот Начинают проседать Да по таким Базовым вещам Как экономика Как макро Ой какой тут Мог взорваться Диз Но успел фокуснуть Дизраптора Соперника И лейзер Миту очень много денег У него в запасе Харстом все-таки Попытается заново Поставить Nexus 10 Ну как же Как же по экономике Вообще все бедово У Харстома Тут пробок нет Тут две пробки Тут пробок нет На газах Очень много Арахонов Можно было бы призвать Опять же Безумно полезных Вроде в этих линга Очень много Хейтемпларов Со штормами И фидбэками По вайперам Харстом Просто физически Такое ощущение Что Тяжело ему Темп поддерживать Который сейчас Задает И лейзер И лейзер Прям полноценно Поделил армию На две части Он может анализировать То как делит армию Протас И сейчас конечно Ситуация обратная Тому что была В начале игры Вот в начале игры Мы говорили о том Что мобильные Оракулы И немобильные Антиэр Зерга Сейчас глобально У Зерга Мобильная армия С гидролистками С огромным количеством Лингов С бейлингами А вот Харстому Приходится свой Немобильный кулак С дизрапторами Делить И дизрапторами По собственным Зилам Там он еще попадает Тут превосходно И лейзер Выдергивает дизов И лейзер снова Получает очень хорошее Комфортное преимущество Потому что Харстом мало того Что своими имеющимися базами Плохо пользуется Уркиры перекапываются Уже поближе к Нексусу Где будет добывать Голландец Я не понимаю Зачем нужны Ченджлинги Кстати тоже непонятно Потому что Ченджлинги Обычно просто Вижен дают А тут Ну максимум Какое-то Психологическое Преимущество Для Зерга Знаете Не более того Бейлинги В очередной раз Закатываются В экономику голландца Не так-то много Рабочих При этом погибло За 18,5 минут игры Суммарно Мы видим 77 Это не очень много Это не очень много С учетом Того что Глобально в игре Происходило Но мне кажется Тут причины ясны Причины очевидно Связаны с тем Что Игроки заранее Могут на все Реагировать Обратите внимание Как удобно Харасить С мапхаком Ты просто Дарком По шифт клику Дронов Прощелкал И все нормально Если соперник Не реагирует Он много рабочих теряет Да Харас невидимыми юнитами Это очень жестко В режиме С мапхаком Здесь хорошую Позицию Тос занимает Но Невозможно Мне кажется Просто бороться с вайперами Без хай-темпларов Когда есть Мапхак Потому что Ты даешь вайперам Приказы на Абдакт Заранее Они с максимального Расстояния подходят Выдергивают Дизов Нужны обязательно Хай-темплары Которые будут Соответственно Точно так же Заранее По вайперам Прощелкивать Фидбэк Иначе Ничего не сделать Мне кажется Харстом здесь Очень круто Свою гейтову армию Разуменивает Там архон Великолепно Повоевал Посмотрите Как у него Много убийств Дизраптор Там шикарно Выстрелил Все это Было Но Все еще Добыча газа У Харстома Страдает При переизбытке Рабов на минералах Гигантском Переизбытке Из-за этого Архонов Не так много Как должно было бы быть Вот мне кажется Если Харстом Здесь проиграет А тут все идет К тому что Харстом Скорее всего Проиграет То это во многом Именно из ошибок По макро Вот если бы он Хорошо добывал газ Я уверен Ему бы однозначно Пришло в голову Что можно все таки Темплар архива Поставить А не Дарков Из А не Дарков Бесконечно варп И в архонов превращать Из темплар архивов У него суммарно Было бы намного больше Архонов Намного больше Свободных минералов На зилотов И Самое главное Были бы все таки Хейтемплары для фидбэков А может он бы даже Грейтна шторм сделал Который тоже был бы Очень полезен С учетом того что У тебя есть мапхак И ты заранее можешь Определиться Куда и как ты будешь Бросать штормы Очень хорошо здесь Атакует Лингми и лейзер Много рабочих Удалось тут сгрызть Хотя при этом Опять же Именно по пробкам Не такой уж прям Сверх кризис У Харстома Но любопытно Что 5 бас У него был Наверное еще Минут 12 назад Он помните Шестую ставил Седьмую ставил И как все резко Поменялось В этой игре 3-3 Грейды На атаку Зерга Суммарно получается 3-1 За счетом грейдов На армор 3-1 И на лингбейнов И на гидролисков Люркеров Реведжеров У Протаса Грейды 3-2-1 И Протас бегает Не самая качественная армия И куча чардж зилотов Дизрапторов Пара архонов Тут очевидно Надежда именно на какие-то Точечные попадания Дизрапторов Этот лейтгейм То есть Вот в такой ситуации Зергу Очень просто С дизрапторами Справляться Когда у него Перманентный вижен На дизов И когда у Протаса Нет возможности Фидбэчить вайперов Ставка на дизрапторов А по сути У Харстома Только на дизрапторов Ставка Это заведомо Проигрышное дело Потому что Ну вот просто взял И выдернул На предельной Дальности Абдакта Да Вот еще два дизраптора Выстрелили Но теперь армия Протоса По сути Беззащитна В течение Какого-то времени Естественно Пользуется Этим и лейзер Для того чтобы Организовать еще Одно забегание И снова Подъесть немного Экономику соперника Очень тяжело В итоге Определился Вязаны у и лейзера Мапхак челлендж Активно И может быть Активно Ну это немного Да, он... Конечно, он не отправлял вперед оверлордов, потому что зачем? Он так посматривает периодически, что там делает соперник, бустит адепта и славно. Он пока не знает, естественно, кого бустит, потому что таблички продакшн у него нет. Он вот так видит игру. Ну, понятно, интерфейс чуть другой, но вот, все, он видит, что появился адепт. Так, интересно, где будет ставить третью базу. Третью базу будет ставить под мейном, заказал лингов. И все, хата поставлена. Так, есть, тут появилась первая королева, вторая королева, заказаны линги. И Лейзер тут же видит, что у соперника быстрая третья, прям на 2.45. Это, конечно, ну очень наглое быстрая третья. И Лейзер тут же заказывает своих собак для того, чтобы, видимо, попробовать такую наглую быструю третью соперника отменить. Внимательно осмотрел мейн натуралу. Видел, что нет никаких технологий. Ну, и после этого, скорее всего, и Лейзер примет решение пойти в атаку. Теперь давайте посмотрим со стороны Харстома. Харстом только что увидел, что у соперника там хватает лингов. Их прям немало, тщательно там проанализировал, посчитал количество дронов, посчитал количество лингов. Сейчас, видите, пытается забрать криптумор у соперника, ну и дальше видит, что линги ускоряются. И отправляется куда-то в район его третьей базы. Да, Харстом тут же туда отправляет всех своих адептов. Здесь еще не готов пилон. Бустится грейд на варп для того, чтобы побыстрее сюда варпнуть юнит. Ох, как здорово! И Лейзер перехватывает одного адепта. Харстом не доработал. Ну вот этих двух адептов он пытается не дать окружить, но толком ничего не получается пока. Адепты не спасаются. У Лейзера тут очень много лингов. И новые линги все добегают, и добегают, и добегают, и добегают. Харстому в итоге приходится тут стенку, как мы видим, закрывать. Ну и на третьей базе у него прям большие проблемы. То есть Лейзер за счет мобхака очень грамотно идентифицировал слабость положения соперника. Шилд Б3 оверчардж спасает пилон. Красиво сыграно Харстомом. Дальше Б3 оверчардж должен был, конечно, как-то помочь этим адептам. Но адепты все равно в слишком тяжелом положении. И Лейзер нашел, как их окружить. Это минус Нексус, господа. Это 100% минус Нексус. И Лейзер, который сидел на 27 дронах, сейчас наконец-то имеет возможность нормально заказать рабочих. Харстом третий Нексус теряет. Ставит далее Двайлайт. И будет пытаться как-то выходить из этой непростой ситуации. Вот так. Вроде бы кажется, что мобхак это очень сильно в пользу обороняющейся стороны. Но не факт. И Лейзер нам демонстрирует, что на самом деле все зависит именно от билдордов, от выбранных стратегий. То есть он идентифицировал конкретную слабость стратегии соперника. И счел, что Харстом не сможет нормально отбиться вот от такого муа, от маслингов, которые будут осаждать третью базу. Протаса Шупифай Ребеллион. И оказался прав. И Лейзер сейчас, чтобы не терять время, пытается сгрызть камни. Ну и тут Харстом смело вступает в сражение. Снова, честно говоря, визуально кажется, что у Зерга тут полный порядок. Ну, да, за счет того, что Харстом отступает к батарейке. И батарейка сейчас регенит щиты всех этих адептов. Может это суммарно и нормальный размен. Но мы видим, что глобально по потерянным ресурсам тут даже не в Нексусе дело. Вот если убрать стоимость Нексуса. Даже если просто по боевым юнитам 10 адептов на 32 линга, это очень жестко. Потому что 32 линга стоит 800 минералов, а 10 адептов стоит 1000 минералов в 250 газов. То есть все равно там по потерям очень выгодное соотношение для Зерга суммарно получается. Ну, тут Харстом, конечно, видит, что соперник может попытаться пробежать. Поэтому стенку закрывает. Плюс есть еще, если что, пробка. Но Зергу это тоже удобно. То есть каждый раз перед тем, как пробежать, ты смотришь, соперник готов, не готов. Но у Фротаса при этом появляется больше времени на реакцию. Тоже прикольно. И Лейзер делает лейер. Он очень хорошо раскачал экономику. На пяти газах он будет. Кстати, и Лейзер делает два лейера. Хэштег два лейера. Передаем привет Нике Полин. Надо будет узнать, как у нее идут дела. Ребята, хэштег два лейера. Это один из самых старых мемов нашего канала. О которых, конечно, и Лейзер не наслышан. Интересно, успел ли Харстом это проанализировать? Ну, думаю, да. Только что как раз он и переводил камеру с одного лейера на другой. Так что, получается, что успел. В итоге, какой план у Лейзера? И Лейзер заказывает апгрейд на скорость Эверлордом и на скорость Роучем. И у него уже четвертая база есть, для которой он так совсем чуть-чуть дронов сделал. Харстом выходит вперед почистить крип. Опять же, тут дело, вероятно, с точки зрения Харстома не в движении, а в том, что просто королевы Роучи будут слишком быстро, ловко перемещаться. Я не знаю, почему Харстом так смело себя ведет. Потому что вроде оба игрока должны понимать, что тут просто беда-бедовая у Протаса вот с этим составом армии. И никого он этими адептами не испугает и не убьет. И адептам надо уже отсюда валить. Ну... Я не знаю, да мне кажется, уже можно было просто, типа, Роучи и всех вперед отправить. Здесь, кстати, Харстом пытается в сталкеров перейти. На этих сталкеров нападают линги. Дальше второй робо-робо-бэй. И у Харстома будет попытка выйти в Дизраптора. Вот только успеет Леон. Потому что здесь уже, посмотрите, какую атаку и Лейзер подготовил. Он использовал доделавшийся апгрейд на скорость с Эверлордом. Для того, чтобы разлить крип. Для того, чтобы королевы могли подойти и развалить тут просто всех. Помочь реведжерам, Роучи и Лингам. Почти 200 лимита у Лейзера. Просто нереальное преимущество по боевому составу армии. И просто окружена армия Протаса. Ну, не мудрено. Зерк получил очень большое преимущество. Вот, видите, не обязательно все это работает так, что за счет мопхака преимущество получает обороняющийся игрок. Отнюдь грамотная реакция на действия соперника позволила и Лейзеру победить и во втором сете. Третий сет на карте Тропикал Сакрифайс. Надо счет поставить. Тут уже прям 2-0 в пользу и Лейзера. Неожиданно, неожиданно, хотя я тоже склонен считать, что, наверное, мопхак для зерга с учетом особенностей расы, даже невзирая на отдельные неудобства, как с теми же оракулами, это скорее в плюс, чем в минус. Да, неожиданное преимущество игры на карте Тропикал Сакрифайс с мопхаком заключается в том, что можно 100% времени наслаждаться этими прекрасными танцами почти с бубном почти у костра. Ну что, давайте посмотрим, что на креативе тут и Лейзера Харстом. Кстати, о креативе хотел бы напомнить спонсорам нашего канала, что у нас периодически появляются новые ролики, эксклюзивные для спонсоров. Вот совсем недавно я сделал ролик про Стрелка, такого легендарного украинского Терана, который был известен своим механическим стилем игры, а еще на самом деле именно он стал первопроходцем такого жанра креативного прогейминга в мире StarCraft 2. Вот того, что, например, сейчас у Термал делает там со всякими гастами и прочими приколами в Грандмастер Лиге, вот когда-то абсолютным первопроходцем, первым таким прогеймером-шоуменом в мире StarCraft 2 был именно Стрелок. И я нашел там несколько его старых стримов, показал, как это выглядело, и там еще бонусом игра против Демаги такая в специальном шоуматче через масс-воздух. Короче, мне кажется, если вам вот интересно, как зарождался этот особенный жанр роликов по StarCraft, то обязательно посмотрите, ролик уже доступен для всех наших спонсоров. Ну и, естественно, там у разных уровней подписки есть свои бонусы, например, я видел, что многие наши зрители часто спрашивают, а как вот какой-то комментарий появился там чуть ли не 20 часов назад, когда видео только что было опубликовано. Вот у спонсоров уровня секретной агенты и выше, то есть секретный агент и зритель Равкрафта, есть возможность получать ранний доступ к видео. И это видео тоже, кстати, было в раннем доступе за сколько-то там часов, сколько получилось с учетом обработки, до его непосредственного релиза. Ну что, Харстом снова возвращается к Старгиту, он решил, что ладно, походу плохая идея все-таки с настолько халявным третьим Нексусом, который не получается защитить. Лучше все-таки, чтобы были Оракулы, которые как раз облегчают задачу защиты третьего Нексуса. Ну действительно, если сравнивать, как проходил первый сет и второй, то полное ощущение, что во втором сете все решилось именно из-за того, что у Харстома не было реально возможности защитить третью. А вот в первом сете как раз все шло здорово. Ну вот, буквально до момента, когда Харстом плохо подрался с люркерами, но при этом там все равно, даже несмотря на это сражение, если бы Харстом нормально с точки зрения макро отыграл и с точки зрения выбора технологий, то я думаю, у него все было бы в порядке. Мне кажется, кстати, ошибка. Харстом тут увлекался, видимо, поиском каких-то, да-да-да, поиском всяких созданий на карте и превращением их в кровавые лужи. И из-за этого, как видим, упустил возможность забрать у соперника Криптумор. Мне кажется, там прям было очевидно, что такая возможность у него была. И Лейзер побежал своими лингами вперед, Оракул тут же оттянулся назад, Харстом решил не рисковать. Ну да, потому что у Харстома-то стенки нет, поэтому, конечно, этих лингов желательно как-то встречать. Оракулом ли, адептами ли, ну, как-то встречать. Приходится отменить пилон. Это, кстати, плохо для Харстома, да, потому что у него там скоро будет соплай-блок. Видите, буквально одно забегание лингов заставляет Оракул остаться дома, с другой стороны, тут спора уже есть на натурале, поэтому и Лейзер не искать, чтобы прям идеально воспользовался тем, что Оракул вернулся домой. Но, возможно, и Харстом успел проанализировать, что соперник в спор вложился, поэтому можно не спешить. Да, и Лейзер вообще не халявит, там вторая, третья споры все недисциплинированно пошли. Ну, и тут Лейзер встречает быстро Оракулов. Склонен он на этот раз прям очень ответственно отнестись к обороне от Оракулов, попытаться минимизировать потери. Мы помним, там 7 дронов удалось вообще беспрепятственно забрать Харстому на первых пролетах Оракулов. Сейчас такой халявы явно не будет, потому что кругом есть споры, и как будто бы на этой карте даже немного удобнее защищаться. Харстом возвращается вот к современной мете, старгейт, много Оракулов дальше, Forge Twilight, двойные апгрейды, сталкеры, зилоты. Стратегии, проверенные временем, будет использовать голландец. Стратегии, которые очень сильно в моду вошли. О, и Лейзер дернул дронов, все-таки повелся, повелся на то, что к нему Оракулы прилетели. Еще и Лейзер внезапно, Роучерн, Эволюшн, он больше дронов не заказывает, их 58, что это будет? Пока непонятно, потому что вроде как надо четвертую, да, оставить, там новые газы, все дела, но вроде... Вроде пока без Улынов от Миколая. Четыре Оракула такие решили ворваться на мейн, чувствует здесь потенциальную слабость соперника Харстом, но в итоге он пробил, потерял там половину ХП на Оракулах, забрал одного дрона, там пробил королев, такое себе, честно говоря. Зато отвлек соперника от этого выхода, идут вперед сталкеры, сейчас подлетят Оракулы, лингов пока мало, королевы далеко. Знаете, хата может быть отменена. Королевы очень далеко, в этом направлении грипа мало, я думаю, это минус хата. Это очень успешный маневр от Харстома, у которого четвертый Нексус уже строится, между прочим. Так что тут вообще ситуация так внезапно экономически может в совсем другом направлении пойти, да, и Лейзеры, видите, четвертый в итоге берет в другом месте. Может оно и к лучшему, потому что мне кажется, против вот такого блинг сталкера Чарльз-Зилотового стиля лучше, чтобы базы Узерка были подальше от баз Протаса. Тут можно включить Оракулов, сделать минус хату, но Харстом видит, что рядом много королевы Лейзера, и поэтому не стал рисковать. А и Лейзер, кстати, и здесь хату ставит. Интересно, какое решение Харстом примет. В связи с этим, будет ли он как-то пытаться наказывать соперника за такую дерзость или нет. Четвертая база у самого голландца уже готова. Блинг плюс один потихоньку делается, там еще четвергий этап добавок к трем имеющимся. Пока такое, конечно, количество очень умеренное. Тут Оракулы преследуют часть Лингов, но при этом делят армию на две части Харстом, в том числе Оракулову армию. Тут интересно, какое решение Лейзер примет. Но мне кажется, и Лейзер все-таки готов эту хату отдать, но он попробует сделать так, чтобы это был очень дорогой маневр для Харстома. А Харстом просто реколом уходит. Никакого дорогого маневра не будет. Харстом, я так понимаю, пятую прям уже здесь хотел поставить. Как же нагло играет протас Шипифай Ребеллион, это просто жесть. Опа! А вот это что такое? Блинга еще нет. Оракулы черти где? И сталкеры пострадают. Да, это прям очень неприятные фраги для Илэйзера, у которого есть плюс один на коготь, который очень быстро со сталкерами справился. У Илэйзера, кстати, много денег сейчас. Снова что ли личинок не хватает. Но вроде на этот раз кругом достаточно инъекций. Плюс два на коготь пошел. Второго эволюшена мы пока не видим. То есть это похоже на переход чистых гидролинга бэйнов без ранних люркеров. Потому что для люркеров все-таки делается грейт на атаку. Он больно полезен. Пятую базу, да, в итоге Илэйзер в противоположной части карты ставит. Ну и Харстом свою пятую ставит. Близко к пятой сопернику. Как интересно тут базы берутся. Забегание лингов. Что Харстом будет делать? Его оракулы далеко. Но он реагирует, знаете, как будто мобхака не было. Так, в последний момент отчаянный довар. Здесь, я так понимаю, стенку дополнительную у Харстом будет ставить. Можно, можно еще гейты добавлять. Мне кажется, спокойно. Но пока тут еще пилон. Вообще как-то странно. Стенки нет. Одна полуприкрытая фотонка. Еще одна слабо прикрытая батарейка. У Харстома сапплайблок. Сейчас явно так чуть-чуть проседает по макроголландец. Зато он оракулами ловит кралевый лейзер вне позиции. Ну, при чем тут королевы? При том, что они должны были, собственно, эту хату прикрывать. Да, Харстом должен именно хату добить, а не драться с королевами. Гидролисков, кстати, прям очень много. Вот против такого, конечно, уже желательно или штормы, или колоссы, чтобы были. Потому что просто с сталкерами, зилотами можно и не справиться. Очень много гидры. Тут, конечно, Харстом понимает, куда эти бейны катятся. И лейзер, в свою очередь, видит, что соперник реагирует. А еще прилетает сюда оракулами. И это прям максимально неприятно. Но зато в этот момент основное войско. Посмотрите, куда приходит. На только построившуюся пятую базу протаса, у которого 90 пробок. И которому пятая база, конечно, максимально желательна для того, чтобы этим пробкам было где добывать. Харстом пытается красиво сталкерами вперед прыгнуть, чтобы бейнов себя принять. Но в итоге этих сталкеров почти бесплатно забирают гидролиски. Да, масс-сталкеры и зилоты, это на самом деле не оптимальный состав армии против гидророучилингов. Когда у зерка все хорошо по экономике. И даже невзирая на то, что на гидролисков особо апгрейдов нет, мы видим, что гидра очень здорово отработала. 87 пробок. То есть экономика-то все еще хорошая на четырех базах. Но снова, наверное, надо перестраиваться на нормальную добычу газа. И на темплар архивы какие-то. Или, да, роба, дизраптеры или колоссы. То есть это тоже вполне нормальный вариант. Сейчас бы даже колоссы неплохо зашли. Тут уже чуть ли не масс-роучи против масс-сталкеров. Такой очень странный внезапный состав армии. И вот еще что происходит. Еще бейны пытаются вкатиться в минеральную линию на третьей. До пробок они не добрались. Лимиты почти равны. Но вот такое ощущение, что Харстом прям какое-то жесточайшее поражение терпит в этих сражениях. Непонятно, почему такое ощущение складывается. Сейчас Харстом просто всю армию пускает в бой для того, чтобы сохранить Нексус. В это время здесь Зилоты добивают хату Элейзера внизу. Но очень важно для Элейзера, что он лишает соперника Нексуса. Элейзера плюс два на коготь, что очень здорово помогает Лингам и Бэйнам. Но при этом ноль-ноль гидра против один-один сталкеров и Зилота. В голая гидра без прикрытия, конечно, тут плохо дерется. Однако у Харстома прям сейчас совсем плохо идут дела с добычей. Ему кровь из носу нужны новые базы. Харстом мчится в контратаку, но там снова просто масс гидра. 30 гидролисковый, 10 королев. Вот какой запас юнитов на карте у Элейзера. Не знаю, честно говоря, зачем добавляется еще Оракул. Может, это для Хараса какого-то дополнительного. Может быть, для того, чтобы продолжать с Бэйлингами и Лингами как-то бороться. Ну, появляются первые дизрапторы. Это, безусловно, из хороших новостей для Харстома. Хотя, вот мне правда кажется, что именно в этой ситуации колоссы бы зашли намного лучше. Вот колоссы с граидами 2-2. Противоотсутствующие граидов на арморе. Там даже на атаку особо ничего нет. И как бы шпиля на карте нет. Его еще ставить нужно. Пока он будет поставлен, Харстом сколько-то времени получит. Темпл Архива или Шторм, да, тоже было бы неплохо. Но вот Харстом верен именно такому мозгейтовому стилю, который, да, может работать в большинстве ситуаций. Но здесь что такое пойманные дизрапторы? Хотя, 1-4 убийства, 2-й 13. Сказать, что дизрапторы прям были отданы, почем зря, я не могу. Стазисные ловушки, кстати, тоже недооцененная штука в условиях мапхака. Потому что стазис невидимая в сущности. И поэтому мапхак здесь не помогает. Так, и Лейзер пока не реагирует на забегание Зилотов. Но ему придется отправить туда какую-то группу лингов. Здесь ставится заново пятый Нексус у Харстома. И, конечно, и Лейзер своими лингами попробует базу отменить. С королевами почему-то не стал драться Харстом. Хотя, по-моему, мог бы. В итоге сражение на трех фронтах. Здесь линги просто съели Нексус. Здесь Зилота заставляют дронов убежать. Здесь гидролистки штурмуют позиции Харстома на четвертой базе. Идут туда сталкеры Дизраптора. Здесь пробежать можно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, можно пробежать. Харстом отреагировал первый. Но! Да, отреагировал при этом, не использовав кнопочку холд. И в итоге-то и Лейзер дома отбивается. У него 200 лимита. Харстом вынужден домой. Реколом вернуться. Здесь, по-моему, Дизраптор. И по своим, и по чужим. И пробок кучу уничтожил. И Лингов убил всех, до кого дотянулся. Харстом уже так, не считаясь с потерями, отбивается от забеганий соперника. Мне, правда, кажется, что какие-то колоссы чисто для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Или штормы здесь зашли бы даже намного лучше дизов. Да, дизы — это очень хороший юнит. Но вот бывают ситуации, когда Дизрапторы в эффективности проигрывают другим войскам. Вау! Какие бэйны тут были в экономику. Суммарно уже 42 пробки потеряны. Еще бэйны вкатываются. И снова в минеральную линию. Харстом не справляется с Элэйзером. И мапхак челлендж, судя по всему, остается за Зергом. Который в трех совершенно разных по сценарию играх максимально убедительно справляется с Протосом. Ну что, как вы думаете, мапхак — это действительно штука в пользу Зерга на уровне про геймеров? Или все-таки Харстому не удалось раскрыть потенциал игры с мапхаком? Делитесь своим мнением в комментариях, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, становитесь спонсором. Для вас работал Alex007. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся.